Гидфан на связи! В этом видео я разберу по полочкам главный мотиватор вообще выкатывать Синино Бихио на втором уровне. Венеция. Топ итальянских крейсеров. Почему от Венеции горит? Почему крейсер все-таки хорош? И как на нем играть, чтобы не сжечь окончательно стул? Все эти вопросы я так или иначе обсужу в этом обзоре, а попутно еще разобью пару странных мифов. Все это наверняка поможет вам сделать правильный вывод относительно рациональности прокачки новинок. Но для начала давайте скинемся в копилку лайков, чтобы видео по Варшипсу выходили чаще. Надоело играть соло и ищешь дружный клан? Подай заявку в Андреевский флаг! В этом клане нет жестких требований, а есть дружный коллектив с 2017 года. Стальной порт и 6 Талинградов, требования к кандидатам от 30 лет, наличие корабля 10 уровня с 19 перковым командиром и 1000 боев на аккаунте с винрейтом от 45%. Подходишь под это описание? Тогда смело переходи по ссылке в описании. Как обычно, коротко пробежимся в порту по ключевым особенностям и заодно сравним, чего же серьезного поменялось в корабле с повышением уровня. Говоря о живучести, сразу хочу сказать, что ничего серьезного не поменялось. Те, кто говорят, что Брендиси в сравнении с Венецией картон, видимо пока просто слишком везучи, чтобы на своей шкуре понять, что по сути единственное различие кораблей – это разное количество жира. Прирост существенный – 6000 у десятки. Это почти преимущество в 13%. Также есть небольшой плюс и в том, что корабль стал ниже, что косвенно помогает нам в маневренном бою. Но, увы, это не все изменения, ведь Венеция изменилась в габаритах. Она стала чуть шире и чуть длиннее. Даже в сравнении с Брендиси – это длинная ганноверская сосиска и чисто визуально схожа теперь по габаритам с Москвой. Но в отличие от советского крейсера, вынуждена играть в маневре, ведь брони тут как не было, так и нет. И в нос любой линкор может доставать вкусные цифры из итальянца. Ну или в корму, там уж как вы будете к нему располагаться. В общем, подставляться для получения критичного урона совсем не обязательно. Ну а дополнительно, за изменение габаритов нам несколько ухудшают показатель маскировки и маневренности, прибавляя как в радиусе циркуляции, так и отпиливая отзывчивость рулей. Так что все любители агрессивной игры так или иначе рано или поздно подставятся и получат по самые помидоры, возможно даже с противоположного фланга от корабля, которого они не видели. Ведь Венеция – очень большой корабль с огромной цитаделью, которую в борт покарать проще паренной репы. Давайте попробуем спикировать и забрать его через остров. Что-то наш линкор совсем не смелый в этом бою. И это уже тревожный звоночек. Так, проверяем броню носа. Прекрасно. Ямати показал свою невезучесть. А мы можем еще немножечко закинуть ему по настройкам. Опс. Приехали. Вот типо агрессивничали. Топовый итальянец приобрел еще в силе залпа. Девятка и до этого выглядела неплохо, но 15-203 заряженных полубронебойными снарядами – это то, что по весу залпа разрывает любого одноклассника в нашей весовой категории. Ее шина может посоперничать с Венецией немного, но только за счет того, что его снаряды еще дополнительно жгут, а полубронебойки этого плюса лишены и могут наносить урон только лишь в борт и ромб. У остальных крейсеров все гораздо хуже, но, к сожалению, на этом плюсы и заканчиваются. Бронебойки тут обычно, а это значит, что при неправильном выборе фланга или особом невезении, когда мы попадаем против целей, которые не подставляются и брони у них достаточно, чтобы танковать наши снаряды, вот в таких боях, если честно, горит. Потому как в нос противников нам карать просто нечем. С другой стороны, есть точность, отличный урон по легким целям и вес залпа. Так что если у вас все нормально с глазомером, тактикой и реализацией островов, то вы сможете сыграть в этот крейсер поддержки и неплохо раздамажить особо наглых эсминцеводов. Все, кто говорит обратное, просто не привыкли играть в поддержку и просто не умеют это делать. Наверное, представляет то, что Венеция должна была выигрывать дуэльные по стрелушке против эсминцев. Но я сейчас не про это, а про использование союзного света в своих целях. Ничего себе, там приняли наших эсминцев. Ну, мы хотя бы попытаемся отомстить. В первую очередь мстим через симку. Не то, чтобы он больше всех нанес дамаг. Просто клантек у него не самый приятный. Да и торпед дофига. Чем не повод его пустить на дно? Вон, 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 вон. Я рад, слушайте. Написал в чат он, что рад такому приему. Ой, чуть-чуть оставили, да. Но уже не успеем пульнуть. Недолет. Кёрфюрс, недолет. Так, тем не менее, мы тут сильно рискуем. Рядышком есть эсминец. Это факт. И, о, вот он, здравствуй, дорогой. Эсминец стал чуть-чуть меньше. Ладно. Прячемся за домами и уходим. И попутно делаем бобу еще одному эсминцу. 20-секундное время перезарядки – это уровень Сталинграда. Что для крейсеров, конечно, не очень хороший показатель. Так что ДПМ у Венеции даже на полубронебойках не самый большой. А на бронебойках так вообще караул. Да еще и сюда врывается конструкционная неприятность. Дело в том, что вторая башня, как и кормовые орудия, не могут принимать участие в бою, когда мы стараемся не подставляться противнику. То есть артиллерийская мощь в нос у нас не выросла ни на грамм с повышением уровня. И для полного залпа нам все еще не кисло приходится подставляться. Ну а вы сами помните, чем это чревато. И поэтому во время активной перестрелки необходимо всегда иметь в виду, что мы очень сильно подставляемся и вести бой очень опасно. Все вышесказанное только лишь укрепляет позиции Венеции в геймплее поддержки. Так что как-то не прискорбно, но реализовать крейсер получается хорошо лишь тогда, когда на него не больно обращают внимание. Ну или он держится на дистанции, где реально успевать лавировать меж залпов. Дымы полного хода в таком геймплее выполняют роль расходника, помогающего пережить особо опасные ситуации. И под покровом которого можно либо добежать до Остру, где спрячемся, либо заложить циркуляцию и уйти от прямой дуэли в отступающий на стрел. В таком геймплее, кстати, как и раньше, могут пригодиться наши торпеды. Перезарядка еще уменьшилась. Жаль только количество труп в сравнении с Бриндизи тоже упало. Поэтому альфа тут стала теперь никакой. И именно поэтому при игре на Венеции я совсем не рекомендую вам пытаться играть в геймплей пикировщика. Ведь мало того, что вы и в нос будете получать по самой неболой, так еще и при возможно успешном сокращении дистанции вам не хватит торпед, чтобы утопить вашу цель. Так что да, торпеды теперь стали окончательно и бесповоротно оружием спама прорванного фланга в надежде на то, что хоть кто-нибудь на них попадется. Ведь скорость у них все еще никакая, потому наткнуться на эту рыбку реально получится только лишь рельсоходу, либо особо невезучему командиру. Тем не менее, из-за времени заряжания вы таких рыбок можете кинуть слишком много и как минимум потрепать нервы противнику, который будет вынужден маневрировать, а не вести активный бой. Кстати, пару слов еще скажу про ПВО. С ростом уровня ПВО улучшилось. Замена одноствольной артиллерии ПМК 90 мм на спаренные башни серьезно прибавила крейсеру как в постоянном уроне, так и в количестве залпов. Так что защищаться крейсером может, но, увы, только против целей, которые находятся в атаке конкретно на Венецию, потому что дальность работы все еще никакая. Так что ПВО работает тут скорее не в защиту крейсера, а в стоимость атаки этого крейсера. Ведь перед атакой авианосец должен понимать, что каждый заход так или иначе обойдется ему точно в пару или тройку самолетиков. Ну, может быть, еще больше, если он где-нибудь запнется. И тогда он должен понимать, а стоит ли риск того или нет. И зачастую авики, знаете, выбирали меня только лишь в тех исключительных случаях, когда ну прям пипец я был для них опасен или кончались в другие цели. В остальное время предпочитая атаковать других. И эта черта на самом деле мне даже очень понравилась. По раскачке в сравнению с Бриндейзе тут нет особых отличий, ведь и геймплей тут особо и не отличается. Основа раскачки это арт-тревога, отчаянный интендант и маскировка. Дальше каждый берет то, что нужно ему. И вот лично я за универсальный билд, включающий в себя мастер наводчик, чтобы смазать башни, буддительность и на всякий случай мастер торпедного вооружения или мастер борьбы за живучесть. Ну тут кому что по душе. Но я не говорю, что это выбор единственной возможной, просто он по душе мне. Ну а в модернизациях я решил в этот раз показать вам классический геймплей защитника. То есть в бою мы планируем минимум риска и максимум игры на защищающих флангах. Для этого необходимо взять в первый слот особую модернизацию на корректировщик, который поможет порой даже перекидывать с фланга на фланг. Точность, которая в нашем случае будет очень даже кстати в третий слот. И во второй слот берем что-нибудь по настроению. В пятый слот обязательно вместо маскировки берем рули. А в шестой слот повышающий ДП модернизацию на ГК. В четвертом же слоте есть небольшой выбор. Либо как я берите рули, сделав из Венеции максимально вертлявый кораблик, способный приносить миллионы потенциалки из боев. Или же взять связку энергетической установки с рулями. Это даст возможно даже больше живучесть, чем в первом варианте. Но данный вариант подойдет только лишь против неумелого противника, которого получится запутать игрой в скорость. Я же взял универсальный вариант, который помогает в любых раскладах. Ну а по советам в бою тут все весьма просто. Вы обязаны всегда быть внимательными и следить за картой. И действовать лишь на опережение развивающимся событиям. Если вы будете долго ловить ворон, то тупо никогда и никуда не успеете. Ну а если вдруг вы решите поборзеть и действовать уж слишком на опережение, то тогда вы искуете получить по лицу или отпугнуть свою жертву. В общем нужно найти золотую середину. Но думаю после боя, который я вам продемонстрирую, вы поймете все сами. И тогда прочувствуете главный лозунг Венеции, что ложка хороша к обеду. Ну а полубронебойки в борт. Упс. Неплохо так Юршину мне привет передал. Но я не остался в долгу у него. Разменчик. А вот и грозовой. Здравствуй, так сказать, дорогой. Примогенератор запущен. Ах, убегают за раз. Да. Ну что-то да. Я не вижу никакого другого выхода, кроме как быстренько разворот. И валим на левый фланг. Нечего нам тут делать. Карта говорит нам то, что... Ха-ха. Воевать на этом фланге нам тупо не дадут. О, кстати, слушайте, вот там конь так красиво стоит. Жалко, его никто не светит, да? Так, ну, в общем-то, первую часть боя мы как-то худо-бедно пережили. Корректировщик, возвращаюсь до корабля. Я, кстати, наверное, знаю, что я буду делать. Смотрите. Демон так красиво стоит носом и думает, что у него все отлично. Но мы-то знаем то, что если что, мы в нос пробиваем его. То есть главное не потерять эту позицию, не потерять возможность наносить по нему урон. Так, чуть-чуть не фортануло. Так, что-нибудь еще посветить нам его? Не? Свет-то, конечно, есть, а вот... Пострелять нам не дано. Так. Слушай, слушайте, я прозевал момент. Демон высунул носик. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай, закидывай его радостными ништяками. Это в нас, что ли, там подарки взят? По-моему, да. Нет, дружище. Хочется, конечно, тебе поймать удачу за хвост, но не со мной. Выдавит его и, судя по всему, Агайо. Ну, а мы побежим обратно на другой фланг. Вон там пацаны вроде бы осмелели. Передаю всем привет Йошину. За неплохое начало боя, когда он раздамажил меня. Вон, первый привет не дошел. Больше не посылайте привет почте России. Вот, второй... Второй привет дошел. Привет, киндер. Снаружи, кризис противника. Обнаружен линкор противника. Хм-хм-хм. 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 Хм-хм-хм-хм. Пожарная тревога. Ну ладно, поставим дымом. Но, в конце концов, жить еще и воевать. Чуть-чуть половили фокусы и хватит. Слушайте, будет забавно, если он еще торпедку поймает. Потому что я не в него их пускал. И... Опа! Знаете, есть, знаете, даже плюсы у медленных торпед. Они иногда все-таки попадают. Ох, вот такой вот он, ребят. Сложный геймплей на двух рулях. Опа! Все, пакедом. Крейсер врага потоплен. Так, а что, давайте добирать крейсеров. А что они? Какие-то живучие. Там, судя по всему, и смесь заточку берет. Ну, значит, добираем вот этого товарища. И переключаем интерес на коня. Глядишь, еще и дозатащим. Ой, 200, 200. Кто-нибудь. Кто-нибудь сделает. Вот, дружище, ты вот пока писал стрим, я бы тебе попал. Надо уже выучить, что стримов на моем канале практически не бывает. Исключительных лишь в случаях. Странные вопросы. Так, у нас, кстати, какая-то маленькая заминочка, судя по всему, да? Хотя, с другой стороны, может, и не заминочка, может, и наоборот, и плюс. Давайте что-нибудь вот сюда вот кинем. А, вось, что-нибудь дойдет. Конечно, чит обкатываю. Ха-ха. Ага. Может быть, это он так про Венецию говорит? Слишком имба. Слишком крутая. Что ж, почти что чит. Скорее всего, не выглядит он хейтером. Вот так вот, конь, мог снаряды кушать, а решил торпед налопаться. Что, не попали? Жаль, жаль. Так, давайте всем к медведю подгребать. В конце концов, у нас уже бой. Почти что-то заканчивается. Блин. Ну, если мы чканем Калибер, конечно, все станет гораздо лучше. Ёшшадреша. Попробую до него дотянуться. Он там, вон. Под защитой Смоленском. Ладно. Есть у меня другой клан. Помогать на другом фланге. Ну, давайте. Слушайте, бренд. Все печально. Так, надо вот тут вот сделать минус тоже. Оф, 20 секунд перезарядки. А Калибер так близко, так близко. И так тянет прям вот. Так манит. Так, отпингуйся, отпингуйся, отпингуйся. Что, он врежется, врежется же. Красавчик. Ах, блин, какой, слушайте, разовый. Так мы его быстро не уничтожим. Быстрее будет. Блин. И этого не уничтожим быстро. Ёшадреша. Мы хоть кого-нибудь быстро тут уничтожим. Кажется, бой слит, да? Потом скажут, гид фан. Гид фан во всем виноват. А может, правильно скажут. Им обкатывают тут. Ах, должен был тащить. Блин, вот-вот-вот мочканет. Может, добьем. Слушайте, мне кажется, или за ОФК? Слушайте, я основной калибр поддержка. Что-то в этом бою пошло не совсем так. Ммм. Так, что у нас с ЗАО? А, ЗАО просто АФК, да. Ну, бывает, ладно. Эх, печальненький, досадненький бой. Но это говоря о том, то, что... Как играется, собственно говоря, Ёшина на рулях. Ну, вот как-то вот так вот. Ловим противников, пока они воюют с нашими союзниками. И тут уже кто лучше выживает, кто лучше стреляет. К сожалению, показала практика так, то, что у нас очень много десяток, которые не умеют ни жить, ни стрелять. А у них оказались как раз ребята, которые могут и жить, и стрелять. И вообще они... Вообще, вы смотрите, ну, прям пацаны. Почти, смотрите, раз вот пять человек по две тысячи постарались. Постарались, дотащили, дотопили. Ну, а как сыграли мы, вы все видели. В итоге, что же я могу сказать? Ну, геймплей, он, конечно, такой. Немножечко медитативный. И, в общем-то, затрагивает такую часть игры, что вам нужно пережить начальный фокус. Вот первые пять-шесть минут, когда противники там могут дать серьезный фокус и быстро уничтожить цель. И если вы его переживаете, то дальнейшие настрелы боя будут для вас, ну, более-менее комфортным. Так или иначе, с какой-нибудь стороны противники решат прорвать фланг. Они откроют вам борт. Вы будете в этот борт наносить урон. В итоге сможете нанести и много урона, и вроде бы как повлиять на ход боя заметно, но, к сожалению, опять же, Венеция это не соло кораблик. И тащить он не создан. Ну, создан, зато саппортите, давайте поддержку. Нравится вам такой геймплей? Ну, в принципе, почему бы нет? Мощный удар и неплохая точность это то, что, я думаю, может понравиться, если не всем, то многим. Ну, а если не нравится такой пассивный геймплей, вам нравится что-нибудь более на коротыше, более такое адреналиновое, то берите что-нибудь другое. Ну, а на этом, друзья, будем закругляться. Надеюсь, видео было вам интересно, полезно. Не болейте, не скучайте. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И, конечно же, до связи в новых видео на моем канале. Пока-пока.